Когда ты только в центр заходишь, там стоят три гнола. Двое стреляющих и один коричневый. В Роке давали 100 монет за них. Вот ты их убиваешь, у тебя 100 монет. Что насчет карты Two Rivers? Two Rivers. На удивление, кстати, балансная карта. Хоть и мосты, хоть и дуэльные, но там и в X можно было поиграть, и с дропами позаморачиваться. Погнали. Амазония. Посмотрим, что по стартовым героям. Думаю, что хотя бы один из них тыкнет Патму. В Роке юниты дороже стоят. С чего это вдруг? Патма и Демон Хантер. Хорошо. То есть Спайрл берет Димку, а у нас Патма. Более агрессивный вариант. У Патмы, на мой взгляд, больше опций, по крайней мере, в середине игры. Но Мун показал, что у Патмы опций в лейте дофига. Как он там поджимал у людей стандартных, а потом Патму до пятого качал и с лимитом приходил. А как Патме поражать пульту, и чтобы не сбили? Да нет, раньше работал Инвул. Часто если ты только АМШу, можешь поражать Патме и сделать пульту. А Инвул слетает сразу же. Хорошо. Фарча Лайтнинг шел дом хорошо. Вовремя отводит. Выпадает лучший артефакт, венец благородства для Димки. Никого не добивается. Так, и пошел второй барак Хантреса. Окей, мы играем в Патму, два барака. Погнали. Помню, играли 2 на 2, Алтея Хумом ставил Экспи, Фиде Ландеда бабками правильно застраиваясь башнями Дефаса, пока друг ошел Дредлорда Штова, и мы с Големом выигрывали, он был бешеный в уроке. Да, да, да. Это уже, кстати, хорошая тема, хорошая стратегия. То есть сразу видно, что у вас была какая-то тактика, и вы придерживались. Потому что кормить с экспанда товарища — это хорошая страта. Тем более, насколько я помню, тему со штрафом и запки по пересылаемых денег ввели позже. То есть раньше можно было присылать людям деньги, даже если он вышел из лимита. А сейчас просто неполная сумма доходит. На Warcraft Champions, кстати, Rock Ladder можно поиграть, нет желания. Ну, если только разок-два посмотреть, просто вспомнить. Ой, как хорошо, какие хорошие артефакты выпадают. Ловкость, во-первых, выпала. И перчатки. И минус арча у нас. О, плохо. Посмотрим. Ультразрение делается. Пара котов. И все, противник видит, что у Фогги че-то один и два барака. И Димка, почти третий. И местный вопрос, ну все же, какой-то фарс пошел, типа, СК2 продали, продают там сумму 100 тысяч баксов. Санчес спрашивал, сколько... И Санчес такой спрашивал, за сколько ГГ продается провокация от Санчеса. Я даже не знаю, что Санчес стримит. Я так понял, ты в Мироре уважаешь Патмо Мунстайл? Да у нее просто возможности больше, если честно. То есть она... Она, с одной стороны, в лобешник проигрывает, но если ты косячить не будешь, то у тебя, во-первых, в первую ночь больше инициатив. Вот, например, сейчас Фогги че-то с одного барака строит хантресс, заставляет противника жаться, а сам идет... О, убил виспа. А сам идет бараком на экспант. То есть человек, который играет против масс хантресс, он в любом случае должен проявлять, ну, как минимум, осторожность, а вообще пассивность какую-то, потому что... Ну, ты не можешь просто выходить с базы. Ты медленнее бегаешь, ты, как правило, проигрываешь стычки, и ты меньше видишь из-за того, что у него есть ультразрение, а у тебя нет. Вот. Но после того, как ночь первая заканчивается, конечно, могут наступить проблемы первые, потому что постепенно увеличивается количество арчей, добавляется им дальность, появляются там новые Т2-юниты. Да ладно. А нет здесь оснований на эксп. Вау, я никогда не видел это before. Я имею в виду, это довольно common to... Не-не-не, это... Это очень смело. Это что-то, что я даже не видел Лолаят делать. И посмотрите, как я страшно. Ну, потому что его могут просто прессануть. Мне кажется, сейчас будет просто грейд... Грейд на котов. И... И Масхантрессы продолжаться будут на Т2. Проверил, видит экспант. Нет, это может быть... Может провокация очень хорошая. То есть Паррелл должен отвечать на это как-то. Ну, тролля убей, тролля убей. Как бы троллей-то подрезать, а? Если бы Фогги знал, сколько там эксп необходимо Димке, он бы, конечно, попробовал съесть этих троллей как можно раньше. Ой! Ай-яй-яй-яй! Плохой выстрел. Не, все-таки выходит Мас Арчи. То есть у него грейд на атаку. Ну, против Дриад будет строить Арчи. Мас Т2С. Но Спайрл играет все равно очень четко. Я не знаю, каким макаром здесь отбиваться, Фогги. Может, за счет Иллюзин как-то протанкует? Не знаю. Тайминг хороший, но Спаррелл даже здесь народу больше. Хорошее решение с Даркой. Шедер влетает. Да, вот Веспов. Веспы зря. Светок лечения, Дарка пытается... А почему Моноберн первый? Второй Эвэйджен? Серьезно? А-а-а, он думал, что Соло Патма будет. Не обратили... Да все правильно, это временная штука. Ну, правда, тут протектор. А вот протектор это... Это проблема. Да, у него нет выбора, он должен светок брать. Нет, нет, нет. Нет, ну, я не знаю, почему Фогги решил именно такую стратегию сыграть. То есть у него реально не было преимущества для того, чтобы ставить экспан. В результате база не работает. Я обычно играл в Мироре, любил играть именно таким образом. И закончил как раз, пришел к стратегии. В большинстве случаев в Мироре, которая начиналась с Патмы и одного барака Хантресс. Сейчас будет Зеппер, смотрите, подрывник. Давай, родной. О-о-о, хорошо. Взрыв отличный. Я уже думал, что здесь все. А Фогги еще может посражаться, лимиты равные. Правда, Димка там дикий. Она только заметила, что эвэйджин 2. Надо Димку сейчас каким-то... Что с Димкой делать, вообще непонятно. Он зеленый, и ему вообще плевать на всех. Да, экспант еще работает. Это... Не, можно сейчас масса арчами попробовать отковыряться, если за свитком сходить. Я... Если бы не... А-а-а, там медведи уже идут. О-о-о-о, нет. Просветка видит Т3, видит медведей. Понятно. Чудес. Две лорницы делает, пытается дрядами законтрить. Ну, времени, скорее всего, не хватит нам на это все дело. Но... Короче, я пришел к тому, что Патма один барак в контресте достаточно для того, чтобы навязать агрессию человеку, который играет с одного барака против... Ну, если он делает так, ты делаешь как раз нычку. И в таком случае есть какое-никакое, по крайней мере, обоснование этого экспанда, потому что, ну, ты не только получаешь какое-то преимущество, ты еще не тратишься на второй барак. А второй барак — это почти как экспант. Если по золоту смотреть... Ну, ладно, не экспант, как пол-экспанда, окей. Вот. Ну, а дальше, конечно, там другие темы были. Пошел протектор. Что же делать-то нам с этим, с Т3 врага? Уже медведи идут. Да, и протектор не достраивается. Шреддер, he's like, oh, you want a piece of this? Yeah. You get the message last time? I'm not too sure, if he should be that confident. Да у Фоги еще 44 лимита, а там 48 и чистых медведей. Дерево минус, дерево отменил. Сейчас можно на подкрепах дриад, и под протектором можно отбиться. Аккуратненько только Фогич. Лучше даже, наверное, прикопать барак. То есть не надо сражаться. Не надо сражаться с врагом. Надо штамповать друадок. И... И уходить. Да, 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 именно кайт. Все это, тот правильно говорит. Тут... Ой, протектор куда пошел? Протектор работает под дриадом. Смотрите, как хорошо. Минус одна дриада уже. Медведь и арчи подставляются. У нас свиток лечения. Очень плохой контроль от Фогича. Свиток минус медведь. Минус дриады. Отбиваемся, кажется. Главное, потому не потерять. Дирижабль. Ой, молодец. Все, отковырялся. Красава. Протектор был мега грамотным решением в такой ситуации. Просто мега грамотным. Все, 55 на 34. И начали подконтроливать. Молодец. Ну все, сейчас взять свиток снизу. В магазе. Делать этот мунвельчик на 70 лимита. И просто штамповать кос грейдом на атаку. Молодец. Игрейд на атаку пошел. Красава. Не, у Фогича... У Фогича вообще все... Да, хантрески... Да, три хантрески за козал. Это минус телепорт. Это ап, наконец, но на цене ТП... Красава. Да, возможно, подрывники бы помогли спайрлу. То есть в определенный момент у него был больше лимит, и лимит был более качественный. Но он этим моментом не воспользовался, в отличие от Фогича. Фогич не успеет, к сожалению, выкупить свиток с вражеским магазином. Но он купил со своего, и это правильно абсолютно, что он попытался, по крайней мере, взять свиток у врага. Ой, молодец. Только контроль, пожалуйста, Адриат, не отдавай. Ах, ну где дирижабли висит, а ты... Ладно, у него в любом случае преимущество плюс 10 сейчас есть. Медведи пытаются убить. Став на Медведя, окей. Надо через этот, через... Аболиш, Аболиш не готов, к сожалению, пока. Аболиш готов тут же делать диспл. Ой, молодец. Еще до магазина сбегать, свиток купить. Как Адриат под контроль, пожалуйста. Есть, молодец. Все, сейчас свиток лечения, и ЭГГ можно писать после вот этого вот свитка. Ай, молодец. Все, я бы вышел, называется. Ну, в плюс 15 лимита, экспант работает, тут все зависит только от контроля Фогги. Приходит Димка, ой, приходит кот, битый, умирает. Ой, патма, 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 аккуратненько. Телепортируемся. Не, не, нормально, мы все равно разменялись в плюс. Рейнджика еле-еле выжила. Так, снова в магазин нужно бежать справа, Фоггет понимает, идет затариваться. Ииии, давай, 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 аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Но у него нет шансов, ну, в смысле, у него нет... Кто-то удивляется, типа, спирал, там, keep on being aggressive. Ну, короче, продолжает, продолжает быть агрессивным. Ну, там, там иксман стоит, и ты его просто не можешь игнорировать. Ой, факторочка, конечно, помогает. Последняя атака, возможно, от спайролана. Потому что здесь... Ой, виспы, виспы... Не, не будет сражаться. Все, свиток лечения, пошли. Ай, внимательно, Фоггеш, пожалуйста, распределяй, фокуси. Ой, минус, минус Дима на телепорте. Факту фокусить это правильно. К сожалению, дрядки прямо в медведях. О, злый день, привет. Столько эльфи с пемероров нынче на турниках. Однозначно слабейшая раса, Пека. Ага. Ага. Ну, поставил бы эльфов тоже, затащил, что он на халяве. Ну, понимаю, ты слишком благороден. Как же красиво. Смотрите, как Фоггеш отконтроливал. Какие там красные дриады, а? И Димка умирает. ГГ. Хорош. Не, у Фогги очень хорошее понимание происходящего. Именно как раз вот ситуативное понимание в игре. То есть, в отличие от Дайса, который, например, отбившись от пуша с арчами первый раз на Last Refuge, не побежал в магаз, это вообще нонсенс. То есть, это настолько необходимая вещь, нужная вещь, и я удивился, что он так не сделал. Фогги таких ошибок не совершает. То есть, он прекрасно понимает, что ему нужно для того, чтобы достичь результата. Что ему нужно, чтобы там избавиться от этого страшного протектора. Что ему нужно, чтобы он сделал разведочку, увидел, что тайминговый пуш с медведями идет, и поэтому протектор сделал сам очень, очень вовремя. Этот контроль дриадочек, эти правильные свитки, скупание, вовремя грейд на атаку. Короче, четенько все очень делает. Это приятно смотреть. Да. То есть, мы просто смотрим на игру со стороны, у нас гораздо больше информации для оценки ситуации, да? И мы говорим, ну, что необходимо делать, и он это делает даже в условиях ограниченной инфы. Это круто. То есть, надо поставить там мунвельчик, ставит мунвельчик. Надо купить свиток, ставит свиток. Надо сделать грейд, делает грейд. Хорош. Как считаешь, Фогги сейчас на пике формы? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Пока что он не продемонстрировал. Может быть, это дело в оппонентах, Но пока не было таких матчей, чтобы... Ну, чтобы можно было сказать, что такого Фогги мы еще не видели. Не хватает классической... Сейчас кто-то ливнет! Сейчас кто-то ливнет! Мы не говорим делать протектор, он делает. Да, в той ситуации я, если честно, думал, что все. Потому что к тебе приходит армия врага, Которая состоит из более, ну, выгодных юнитов, так скажем. Ты проигрываешь еще по уровню героя. И все. Ну, в такой ситуации... Крайне сложно отбиться. Обычно отбиваются с подмой с дрядками, Имея преимущество по лимиту. А у Фогги не было тогда преимущества. Но вот именно протектор позволил хит-н-дранить ему. И заставляет противника сражаться не в той позиции. Хавка или Нитпох? Ну, я думаю, что Хавк все-таки. Но у Нитроши, как всегда, потенциал большой. Опыта у него значительно больше даже, чем у Хавка. Но учитывая то, что он сейчас в Лос-Анджелесе, И приехал вообще на покерный турнир, как кто-то говорил. Не думаю, что... Его сильно занимает сейчас DreamHack. И много времени он тратит на подготовку. Потому что деньги в покере наверняка совсем другие. Особенно на вот таких турнирах. Я не знаю, что там за турик. Я слышал от одного товарища в чатике об этом. А, сейчас кто-то ливнет. Ливнет, да. Ливнет. Короче, Фогги молодец. Я не понял, правда, зачем второй барак. Видимо, чтобы противник поджался. Но он в результате не использовал их. Тинкер ошибка была. Очень хороший герой, на мой взгляд, в качестве Т2-шного. То есть, если ты берешь какую-нибудь нагу, Она значительно проще фокуситься. Той же подмоид, рядами. То есть, она простая мишень. А Тинкер тебе позволяет отзонивать противника. И урон наносить. Если бы Тинкер был не очень хорошим, То Фоггич не скакал бы рядом с Фактой, Думая, как к ней подступиться. Или во время сражений не фокусил бы с первым приоритетом Факту. Тинкер оверолл хороший герой. По соотношению количества здоровья, армора, урона и скиллы. Ну вот, кто в той ситуации был бы лучше? Кто? Да, смукус. Второй барак, скорее всего, это заявляло о серьезности намерений Фогич. Кто второй герой? То есть, ты должен выбирать героя, исходя из того, что там, скорее всего, будет спелл им юн. То есть, из того, что постепенно хантресы будут заменены арчами, и потом появятся маздриады. Козел зашел бы. Козел без шансов. Он контрится от и до маздриадами с дисполом. Ну и он гораздо более тощий, чем Тинкер. Козел на такой стадии вторым героем почти никогда не берется, потому что почти у всех рас появляется диспол. Вот и все. Погнали. Без скобанами. А то же самое, да. То, что диспелится, оно не заходит. То есть, тебе нужен герой, который независим от массы дриад. И такого героя очень сложно найти, поверьте. Потому что большинство героев завязаны на способностях, либо нанесении магического урона, либо вызова каких-нибудь существ. А Тинкер один из немногих, который, как бы, много физики он создает. Вы можете, конечно, дриадами диспелить робогоблинов, но это абсолютно бессмысленно, потому что даже во время диспола они взрываются. Ну, их там много, естественно, поэтому... Алхимик? Ну, против кого? Алхимик для врывов героев мог пригодиться. Такое. У Самонера в ульфийском Мироне на Т2 нет будущего. Ну, да-да-да, в этом и смысл. Гогича, гоблинов диспелил на расстоянии по скиллу. Но в определенных ситуациях можно так делать. Но там, скорее, нужно было продавливать додриад, после них уже мало шансов, поэтому бист, может быть, и мог. Но никто не запрещает тебе взять все-таки двух виспов, особенно ты, если ты Шреддера взял, для того, чтобы, ну, получить экспо, диспелить просто этих Самонов. То есть я не помню... Вы смотрите, человек, который, тот же самый Старшейп, играет в, там, два Барака Пуш ранний, он не берет никаких Самонов, он не берет Фэрлорда почему-то с этими элементальными, он не берет Бестмастера со свиньями, хотя там додриад очень далеко. Он берет Нагу. Ну, потому что фокус, потому что все остальное диспеллится виспами. Но додриадка это точно слабое решение для Т2, смотря против кого. Додриадка под Димку, я уже говорил, она не очень хорошо заходит, потому что у тебя меньше фокуса. Додриадка хорошо заходит под Патму, например. То есть первая Патма, вторая Додриадка. Ну, как играл сегодня Дайс. Вот, у тебя есть там хантрески какие-то, у тебя есть два рейнджового героя, и есть толпа арчей, которые ждут, когда в них ворвутся. Вот и все. Робо-гоблины, когда диспеллятся, не взрываются. Взрываются. Взрываются, взрываются. Пошла Патма от Фогича, пошел второй барак под Криппинг. Ну, на Консилде, опять же, с хантресками значительно проще играть, потому что у тебя всегда есть возможность на халяву котов довольно быстро подлечить. Да, опять серклетка. Нам с артефактами не очень везет. Димка в прошлый раз был очень сильно затарен. У него там три артефакта были вообще топовые, типа серклетка, носок и перчатки силы. Просто лучше не придумаешь. Никакой ненужной мантии, никаких там левых, ну, можно сказать, колец. Все равно серклетка лучше. Фирал saw this, knows what's up, and the position of attention of war is a pretty decent indicator that he wants to expand at some point, but he's also waddling over to the laboratory, not fully committing to it. This is a very weird and unusual early game. Дима отвлекает. Ника Воин говорит, привет, и редко захожу. Печалька на жаркий выходной. Дома под кондеем, грех не посмотреть варик. Спасибо тебе, черт побери. Ника Воин, привет. Спасибо, что зашел. У нас много XCOM, много Warcraft'а. Dreamhack идет вовсю. Правда, все матчи мы на Dreamhack'е не смотрим. Сегодня, например, посмотрим всего три серии из четырех. Вчера вообще было две. Ну, главным образом, с участием наших. Хорошая застройка у Спайрала. Хрен пробреешь. Это скорее ранние дрядки у него будут. Или фаст грейт на Т3, но скорее ранние дрядки. Ну, я пытался что-то интересное у Тодда, он гадает все. Он гадает. Да, Марк Луан, скорее всего, мы еще поиграем в XCOM. Там очень хороший трай. Лучше, чем самый победный из победных. Это подмоздрядок он делает, Hunter's Hall. Потому что для фаста Т3 такой ранний не нужен. Поэтому думаю, что... Ну, хотя Маздриады не являются контролем к стратегии, вот которая у Фогича. Потому что контрятся двумя бараками арчем. Прячь, Арчу, прячь. Ой, хорошо, он, конечно, Арч... Фогич очень хорошо контролит. Очень хорошо. Распределил, там нейтралов убивает. Виспов спас, они так... Очень хороший контроль. Очень хороший контроль у Фогича. Тинкером, Проф Боус. Ну и две лорницы, да? Ну, он не делает на Т2 никаких лорниц. Я... Нет, вошла лорница. Магазин. И вторая лорница, да? Сейчас пойдет, как деньги появятся. Сейчас, сейчас, подождите. Контроль. Пока непонятно, что Спирал делать. Неужели Т3 опять тыкнет? Он копит деньги. Похоже на Т3. Ну, если он закажет сейчас Арчу, это просто втык по ресурсам. Это мега поздняя лорница, да? Нет, Мунвелл. Очень поздний. Да, он втыкал с Арчой, он втыкал с Мунвеллом. У него там 450 голды, он нихрена не делает. Все понятно. Он собирается с Арчами и с первыми дриадами пушить. Забейте. Это не контра. К такому экспанду это не контра. Ну, надо сейчас делать Фогичу, узнать о том, что происходит, сделать грейд на дальность и начать штамповать Арчи из двух бараков. Все. О-о-о-о-о-о-о. Блин, ну Фоги в такой ситуации ты не окружил, ты че? Блин. Беготня. Бестолковая. Полминуты он гонялся за этим слепым. Тут уже почти все. Он зашел в окружение, а в результате ты его выпустил Ё-моё Ладно, Арчу подрезали Ценой большого количества здоровья, правда, на героя И Майны тоже Делает протектор И делает масс хантресс А Фогич вообще сделал глейвы На втором тире Теряет сам Арчу Посмотрим А, у него Т1 вообще Ой А, он будет разводить просто Он будет забегать Ясно, окей, хорошо Не, ну сейчас есть шансы хорошие Потому что мы берем Арчей С одной стороны И берем Хантресс с другой стороны Арчи, персинговый урон, скорость перемещения низкая Хантрессы, милишный урон, перемещение высокое Минус персональный телепорт Все, и телепорт И так можно делать почти бесконечно Понимаете? Все Все, давай И сейчас можно делать грейд на Т2, кстати, Фогича Потому что есть основания полагать, что он доживет до Т2 Вот сейчас Т2 тыкаем, да? Будем? Есть Молодец, молодец Соображает Соображает Осталось только пару раз повторить тот прием, который он сделал За счет маневренности как раз Ты с котами можешь вот так вот скакать весело Ну, правда, с дрядкой, как видите, немножко пытается подрезать Но пока все вот эти вот арчи Слева, справа, снизу Пока добегут Мы успеваем Ну, можно было, кстати, добежать Он испугался дрядки Да, жалко, что дрядки тут подрезают нас Придется отдать Хантреску Пытается заблочить Пытается заблочить Он понял, что одного кота и так потеряет И подблочил этим котом Ай, отравленное копье Еще одно достигает цели Надо вниз сейчас бежать Что? 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 Зачем? Он же уходил нормально всеми остальными Сейчас очень опасный момент Потому что противник Противник с двумя свитками Один кот равно 1ТП Так в том-то и дело, что он там спасал этого кота Ой, опасный момент для Фогича Да, у него побольше лимита, но У него нет дальности для арчей У него нет свитков Это очень важный момент Опасно, опасно Опасно Очень Зато он спас кота Та-та-та-та-та-та Махата живет Можно подумать, что Типа, там все равно Улыновые пуши Тебе телепорт Якобы не нужен Дождаться бы дальности арча То есть надо сейчас как-то дотянуть И сражаться Исключительно со вторым героем Кстати, кто второй герой? Оооо, глейтруер хорошо подэмэджили Перехватывает подкрепку Ой, молодец Фогич Подрезал, убил арчу Который подбегал, между прочим Нам не показали, но, поверьте, там минус арча. Делает рейндж. Надо врываться, уже сейчас врываться. К сожалению, не получится. А, и протектор отдает. И Дарка вторым героем. Дарка хорошо. Сейчас главное синхронную такую атаку сделать. Чтобы и с той стороны, и с той стороны. Скоро за бист. Ой, лучше, лучше, лучше виспа вывести. Выходит сразу два виспа. Раз, два. Там хаос в арчах. Минус уже три арчи. Свиток хороший. Там свиток другой неплохой. Хайдси, если что, еще минус арча. Все, просто сметает, кажись. Блин, молодец. Там, правда, третий тинкер. И пришел первый МГ. О-о-о. 66-46. Четвертый этот. Четвертый. И отбились все. Вообще, молодец. Как он терпел-то? Как он тянул? Ой, молодец. Молодец. Ну все. Минус арча, минус дриада. МГ еле-еле уходит. 40 лимит на 60. Ты нычку мне не убил. Красава. Свиток. Ой, он даже арчу не отдал. Такой свиток тайминговый, видели? Он там байтил, правда. Типа, убей, убей. О-о-о. Молодец. Не, Фогим очень хорошо играет. Радует старика. Ну все. Дальше можно делать грейд на Т3, например, если хочется. Можно идти в атаку, покупая свиток еще. Тут такое преимущество дикое. На 20 лимита, плюс еще экспант. Можно красную взять. Он ворвался просто прекрасно. Вот с двух разных сторон. Одна из проблем котов, ну в целом, что... Или какого-нибудь большого лимита против дриады арчей. В том, что тебе нужно как-то вот своей вот массой, которая замедляется, которая стреляет, ну... Которая хоть и стреляет, но стреляет на небольшое расстояние. Оказаться как можно в более тесном контакте с вражеской армией. Понимаете? И лучшее решение это как раз атака с разных сторон. Просто чтобы... Ну, чтобы вообще не было понятно, что с этим делать. Куда, в какую сторону отступать? Как группироваться, чтобы они толпились? Ну, там позиция, правда, такая была, что спайрл, пытаясь убить базу, он вынужден был подставиться. Минус дриады на минус арчу. Да, они interesting choice. Это чушь полная. Они отлетают от хантресс вообще без шансов. Пока там нет грейда на физрезисты. Это потеря по ресурсам эти МГ. Против хантресс и чистая контра против МГ. Инвульчик. Можно свиток уже езжать. Молодец. Чуть от барака отступаем. Сейчас Диму отпустят. Можно было, вот, не доконтролил Фогги. Он мог одним залпом просто, ну, по крайней мере, там став есть, попытаться убить Димку. Димку фокус. Хорошо играет Фогги. Вторая дарка. Минус Димка. Ну, я бы вышел. Сейчас кто-то ливнет. Но опять же было очень близко. Ну, с фаст экспандумом, это всегда такая тонкая грань. Чтобы отбиться от своевременной вражеской атаки, тебе по-хорошему нужно как-нибудь выиграть время. Красиво.